Итак, дорогие дамы и господа, мы переходим после обработки спины к непосредственно зоне ягодицы Ну и чуть-чуть затрагиваем зону поясницы в нашем мануальном массаже Если мы не растирали ягодицы до этого, как я уже показывал, то делаем это сейчас То есть вернулись с этого места, вернулись теперь к ягодице Зону копчика начинаем, ой, крестца обрабатывать активно, вот так вот трением, передовое Тепло от нашего трения прямо туда, к пациента Обычно это бывает достаточно тепло и приятно Хорошо тебе, девица? Да, вот тут тепло И также активно продолжаем со всей ягодицей Видите, я уже заменил одну руку на ребро ладони, а другую всем предплечьем работаем Вот так вот, глубоко, активно и в обратную сторону Ну, вообще неважно, как вы держите, можете ладонью, да, второй руку внести Можно обоими локтями Если вы хотите, потом вот в эту сторону Размяли, прямо, чтобы она согрелась, хорошо, активно согрелась, да, помяли вот так вот ее Также можно хаотично в все стороны Кулачками, опять же, вот ее, как тесто Вот так, вот так вот во все стороны сжимаем И не забывайте, что все движения мы стараемся завершить тем, что уводим туда в подвздошную область, в паховую область Вот эти наши гимфососуды туда Поподробнее начинаем работать с нашим крестцом Вот у меня тут две вот эти такие точечки, пуговки Значит, где-то над ними начинается позвоночник Вот тут начинается Вот, у женщин, как я говорил, гребень подвздошной кости, он чуть выше Сейчас мы его нащупаем О, вот где он, видите То есть отсюда Сантиметров, ну сколько, 7, наверное У мужчин это пониже бывает Вот так, сантиметр 3 У женщин, видите, 7 сантиметров Значит, вот между ними находятся мышцы Эти короткие мышцы Которые можно промять пальчиком Видно оттуда, да? Можно поближе посмотреть То есть, если у человека проблема конкретно здесь, да? Находится, ну не будем говорить, что грыжа, да? Может это спазмированные вот эти вот мышцы, да? То они иногда прямо жесткие такие вот Вот как мой мизинчик примерно Вот так вот натянутых, можно почувствовать Коротенькие такие вот мышцы, да? Мы прямо их жестко так вот проминаем в обратную сторону Вот прямо вот туда Как будто бы стараемся Тут такая впадинка есть, да? Стараемся их туда вот эту впадинку загнать Вот прямо сюда Вот так вот Больно здесь или нормально? Ну, так вот, чувствительно Чувствительно, да? Вот Не хватает одного пальца, да? Или ваши пальцы, например, большие и слишком толстые, да? То замените их на какие-нибудь мизинчики, да? Прямо вот так вот Мелко, дробно Вот так вот прорабатываем эту зону Уводя опять Под гребень подвздошной кости Вот сюда все это Раз Прямо по самому гребень прошелся Второй раз я прошелся Над ним Ну, точнее, по костям, да? И третий раз прошелся вот где Мягкие ткани у нас уже идут над ним совсем Ну, как бы вот условно нарисовал три вот таких вот Линии, да? Переходим непосредственно к Крестцу Как вы знаете, это пять тел позвонков Склеенных, скрепленных так друг к другу В одну такую лопаточку, да? У них все-таки есть Вот эти вот намеки на осистые отростки И мы их Вот так вот Любовно Проходимся Начинаемся их раздавить Там, если что-то там есть, разжать Вот где-то здесь начинается крестец О, крестец заканчивается Начинается копчик, да? Вот эту точку можно продавить Такой уже акупунктурный массаж Начинается вот тут продавить Это уже такие техники шиатцу Не больно здесь? Ну, чувствительно Да, вот можно нажать прямо Отдать сильную боль Если не хватает одного пальца Второй пальцем нажимаете Вот так, чуть-чуть потерпи О, эта точка отвечает за сексуальную сферу человека То есть, может так ему дать дополнительный источник энергии Как бы, энергии кундалини в нем приподнять Так скажем Как у мужчин, так и у женщин Кроме того, вот этот вот треугольник Он также отвечает за возбуждение Ну, не конкретно за возбуждение прямо сейчас, да? В процессе массажа А имеется в виду, дает приток сексуальной энергии Вообще, область малого таза у нас часто страдает Особенно мы сейчас все сидим Да, там водители за компьютером Кто где Кто-то в ресторанах постоянно проедает И расширяет свою задницу, так скажем Поэтому эта область у нас страдает Это, ну, как бы Таимент преткновения всех будущих заболеваний малого таза Поэтому важно нам, массажистам, уделять здесь внимание Не стесняйтесь, пожалуйста, да? Многие просто вообще про эту область забывают Ее можно простучать Вот так вот, заметьте Я стучу в сторону от позвоночника, да? Вот туда мой удар идет Если достаточно, ну, крупно костях, тут, да? Не стесняйтесь, прям можно кулаком простучать Ну, спросите, терпимо так? Угу Вот, в принципе, терпимо, да? Если хотите, чтобы человеку меньше навредить, да? Тогда делайте, как бы, одну руку, как для скольжения, горочку, да? А вонит другой рукой Так вот, простукивая Заходите все это место Ну, так, наверное, слабенько, да, получается? Ну, нормально Ну, нормально, да? Может, также хлопковая техника, да? Да, превращаете свою ладонь в такую вот, как бы, лодочку, да? Где получается воздушная подушка Вот так вот постучали Также можно растереть эту зону Обратите внимание, видите, я опять упор делаю от позвоночника Туда, в таз Провибрировать Ну, техник очень много, про все, даже сейчас не расскажешь Постучали, провибрировали, да? Поражали точки Чем мы еще не сделали? Это я уже и начинаю забывать В общем, тут ваша фантазия полная коробочка Что можете нафантазировать? И, смотрите, вот, где крестец, да, вот эти позвонки Они имеют отростки поперечные Ну, в принципе, все позвоночники имеют, кроме остистых отростков Еще вот в бок идут боковые поперечные отростки, да? Пять позвонков, да, получается У них пять вот таких вот отростков, да? Между пятью отростками сколько в промежутках? Четыре Соответственно, да? И вот примерно так оно расположено Ну, и вот в сторону тоже, да? Таким вот крабиком получается Вот здесь выходят, получается, нервы Мы эти нервы можем нащупать с точки выхода Вот первая точка, да? Прожимаем ее технику шрацу Вторая точка Прямо на ощупь вы их почувствуете Вот третья точка Четвертая точка Ну, и пятая точка Это там, где вот заканчивается вот вообще вот этот гребень, да? Тут иногда бывают у людей такие шарики, накопления всякие Ну, в данном случае человек молодой, здоровый И все нормально тут нету Пятая точка, вот, обратно мы возвращаем Откуда начали, да? Вот это вот Наше путешествие до сюда Вот тут, вот тут прожали И вернусь сюда Опять-то мы пальцами это прожали Уже такая более точная работа, как вы видите, да? Соответственно, сейчас немножко поясню Эта методика точная Массаж уже включена у нас Она будет и на лопатках, и на голове у нас прослеживается И на стопах, и на икрах Но в данном случае с крестцом Как она выполняется? Ваш пальчик как бы в эту точку ввинчивается И вывинчивается То есть вы надавили вот туда, да? И вывинтились То есть вот такое мелкое вибрационное движение Можно просто Такой легкий тремор Включить, да? Такую вибрацию Так, если тут пойдет тепло, да? Вот разогреется это место Это очень хорошо И мы переходим дальше непосредственно С самими вот этими мускулами Ягодичными Достаточно большие мышцы Одни из самых больших у человека Особенно У женщин Ну, не то, что их больше мышц, да? У женщин просто кажется, что их объемом больше Потому что само бедро шире Как бы так Шире получается в итоге Так, и вот смотрите Часто бывает болезнь идет Вседальше нерв Вот где-то вот тут точка это находится, да? Мы ее можем пальцами нащупать Вот так вот проминаем И щупаем, где она И щупаем, где она заканчивается Щупаем, не путайте Не седальщий нерв сам Он, конечно, бывает воспаленный, да? Но проблема чаще всего в мышцах Вот так идет грушевидная мышца у нас, да? Она где-то крепится вот здесь И просто можно спросить у человека Вот здесь больно? Ну, вот такое ощущение, что она куда-то отдается Непонятно куда, я не пойму Что там произошло А конкретно в этой точке здесь больно? Да нет Здесь нет, да? Здесь нет Ну, вот мы прощупали на мягкость Все нормально, да? В данном случае Прощупали на вот эти точки Все нормально Можем посмотреть крепление ее Здесь делают бедро О, вот тут Ничего? Нормально Нормально, да? Вот, ну, в принципе, человек здоров У него нету здесь вот этой болезни Тогда можно проверить еще вот здесь Можем быть мышцы Вот эти, приводящие во вращение В движение бедра, да? Как я вам говорил Отсюда Они вот так вот Верообразно крепятся Вот, давайте нарисуем Вот шейка бедра, да? Вот эта вот шаровидная часть Которую часть-то вот меняют Во время операции Слышали, да? Титановые ставят Вот эту, да? Которая часть Чаще себе ломается А вот само Уголок бедра Так называемого, да? От него К гребену подвздошную кости Идут мышцы Вот так вот Веерно они идут, да? Вот, соответственно Они крепятся Где-то вот здесь вот Крепятся вот здесь Вот эти вот точки Да? Опять же Мегодичные мышцы крепятся Вот здесь вот Которые дальше идут И вот Все бедро В движение А эти больше Они вот идут до Передних складов Даже вот до сюда, да? Они как бы Вот таким веером Расположены Переводят Движение бедро, да? В зависимости от того Какая сторона сокращается А с противоположным Соответственно Удлиняется, да? То, соответственно И наша наган Имеет возможность Вращаться в все стороны Если мы говорим Непосредственно Про Вот эти вот болезни, да? Которые влияют на нервы Потому что Нервы А, ну вот здесь Нарисуют Как я вам говорил Вот крестец Выходит вот так вот Пять срочек Позвонков Все позвонки Имеют Отростки Боковые Вот И здесь Как бы Раз Два Три Четыре Пять И тоже Получаются Отростки Раз Два Три Четыре Пять Ну я только С одной стороны Подорисоваю Ладно? И соответственно Вот в этих местах У них есть Выходы Нервов Четыре получается Которые Где-то вот тут вот Соединяются Ну там еще пятые есть Там оттуда идут нервы Сверху тоже На самом деле Вот Они где-то вот соединяются И получается Такой толстый нерв Один из самых толстых В нашем организме Мы все знаем Как он называется Седалищный Седалищный Да Правильно Вот Отсюда Ну по-гречески Или по-латински Он там называется Ишиас Отсюда все Вот есть название Ишиалгия Там Ну как-то еще Ну в общем Ищемия Там вот эти вот названия Все Да Которые идут нерваться В ногу И соответственно Вот у нас Можно не иметь Пальцы ног Само бедро Вплоть до того Что паралич Ноги Можно говорить Да Поэтому Очень опасно Его как-то пережимать Застужать Или как-то там Еще его Повреждать А повреждает Его глушевидная мышца Она вот так Примерно идет Она Если раздута Опухшая Да Вот почему говорят Не сиди на камнях Да Действительно Маму говорили А мы не могли понять Почему Чего тут вот такое Ну некоторые шутили Детей не будет Но это в принципе Да На простательную железу Тоже воздействует Но конкретно Именно с виду Вот эта вот мышца Которая Когда она напряженная Она его пережимает Как раз вот в этой точке Да И эту точку Мы сейчас с вами найдем А На самом деле Сейчас нарисуем Да Но не только она пережимает Вот эти мышцы Да Приводящие в бедро Движение Они тоже могут ее пережать Либо вот здесь Либо здесь Да Либо здесь Либо здесь Вот мы их тоже можем нащупать И также вот эти нервы Мы тоже прожимаем В этих точках Не просто так А как бы Даем сюда активность Импульс Посылаем Чтобы дополнительно Нашла какая-то Нервная работа Симуляция такая Так называемая Ну вот давайте Как раз на ягодице Нарисуем Где она может находиться Ну примерно Вот Видим вот эту вот Такую пуговку Ямка тут бывает Да Вот там Видим где Бедро Заканчивается Заканчивается Вот здесь Да Насуну здесь точку И вот С этой стороны Где она получается Где-то вот тут Насуну точку Вот у нас получается Вот такой вот треугольник В общем-то Равносторонний Да Находим у него По одной Из Грани серединку И рисуем Бисектрису Вот так вот И как правило В центре Это бисектриса Да Вот тут У нас находится Самый главный очаг Вот этого Ситалищного нерва Да Он идет Честно говоря Его можно нащупать Он идет Ну примерно Вот тут Крепится И вот тут То есть он как-то Вот так вот Проходит Примерно Да Вот это Мышцы Она такая толстая Может быть Да И вот Есть способы Воздействия Совершенно Соответственно На вот эту точку И на эту Мышцу Да и вообще На все остальные Мышцы тоже Давайте я вам Одну скеплю Это нарисую Поподробнее Подойдите сюда Чтобы вам было видно Так Ну Все мышцы У нас Вы знаете Великен образные Да Какие-то Такие Да Мышцы Мышцы Крепятся К костям Соответственно Вот как-то Идет Одна Например Кость Да И вторая Пошла Кость Вот тут Есть только Блгорок На кости Которому Крепятся Мышцы И здесь То есть мышцы Все окончены Сухожилием Вот тут Сухожилием Если у нас Мы говорим Спазмированные мышцы Да Или Забитые Спортсмены Говорят Или Ну как бы Там Мы прям Чувствуем Какой-то Вален Сгусток Сгусток Да Это Где-то Застоялась Какая-то Кровь Травма Какой-то Микронадыж Произошел Кровь Сгусток Остался Ну по Любым Причинам Нам Причины В общем-то Не важны Значит Мы Это Нащупываем И Первый Способ Воздействия То Что Мы Массажем Растягиваем Это Все И пытаемся Убрать Да Убрать Куда-то В сторону Это Все Ввести Чтобы Ушла Ушла Оттуда Но Есть Другие Способы Потому Что Честно Говоря Вот Идет Где-то Нерв Например Раз Идет Продолжает Вот Здесь Соответственно Эта точка Она давит На этот Нерв Вот Здесь Да И Мозгу По идее Ну может И тут Где-то Давить Да Мозгу По идее Все равно Откуда Идет Сигнал Вот Из этих Трех Точек Мозг Идет Равнозначный Сигнал Он Думает Где-то Болит Он Начинает Туда Что-то Посылать Какие-то Импульсы Они Вот Это Место Долго Не Лечит Человек И Не Проходит Тогда Нерв Пережимается И К нему Перестает Поступать Питание Дальше Мозг Думает Да Ну К черту Если Там Питания Нет Никакого Он Не Работает Зачем Нем Нужно Он Берет Отключает Нерв Начинает Загнивать Отсюда Пролечие Происходят Отсюда Там Куча Проблем Человека Поэтому Можете Своим Пациентам Объяснять Что Массаж Нужен Вообще Всегда Чтобы Все Это Работало Вся Кровь Аутогемотерапия Даже Самое Чистилось Понимаете Так Вот Как Мы Воздействуем Первое Это Размяли Растянули Кровь Начала Утекать Вот Также Синяки Проходят Синяками Приходят К массажисту Размассируют Так Что Они Потихонечку Рассасываются Рассасываются Быстрее Если Тут Что-то Очень Такое Как Каменное Образование Давно Застаревшее Находится На нем Можно Сильно Нажать Я говорил Про Локоть Нажимаем Или Каким Средством Начинаем Продавливать Эту Точку Между Лопаткой Часто Бывает Либо Мы Ищем Где Мышца И Мышца Имеет Прикрепление Вот Например В этой Точке Или В этой Точке И Тогда Воздействуем На Эти Точки Но Есть Такая Точечная Техника Когда Мы Берем Вот Эту Точку Находим Нажимаем На нее Сильно И Вот Тут Делается Не Вдох А Выдох Ой Наоборот Не Выдох А вдох Пациента Мы Говорим Давай Вместе Вдохнем Нажали И Предупреждаем Что Давай Это больно Некоторые Кричат Бывает Такое Но В данном Случе Это Нормально Через Бой Расслабляйся Он Расслабляется Выдыхаем Опускаем Плавную Заточку И Что Происходит Происходит Эффект Шланга То Если Идет Напор По Шлангу А Там Что Замусорилось Лист Попало Или Что Еще Мы Переживаем Шланг С этой Стороны Напор Оттуда Сюда Накапливается Потом Отпускаем И Оно Под Большим Напором Вот Этот Сгусток Разбивает То Если Мы Нажали Здесь Отсюда Шло Напор Усилился Мы Отпустили Он Как По Шлангу По Сним Волокном Прокатил Пробил Пробил Точку Иногда Бывает Не хватает Одного Нажатия Поэтому Мы Не Травмируем Пациента У Некоторых Бывают Меозиты Застарелые Старые Меозиты Это Воспаление Мышц Поэтому Предупреждаем Вам Тут Одного Сеанса Не Хватит Не Берем Мучить Чтобы Он Умер На Столе Вам Надо Почаще Походить 7 10 20 Сеансов Может Быть Может Кому То Достаточно Одного Нажатия И Все Проходит Есть Такие Случа У меня В Практике Буквально Либо Сюда Вот Ну Я Иногда Две Точки Проверяю Здесь И Здесь Вот Как Раз В Два Иногда Болезненно Соответственно Вот Я Говорил Здесь Крестец И Где-то На Крепце Это Мышцы Где-то Здесь Это Можно Начать Пальцами И Не Угадывать Спросить Здесь Больно Вот Скорее Всего Это Точка Значит Берем Вдыхаем Пускай Мы Не Сильно Давил Все Рома Более Стало Да Проверяем Вот Здесь Здесь Вот Тут Как Не Больно Значит Это Другая Мужца Это Не Она Еще Тут Больно Нет Еще Дальше Больно Вот Там Я Сейчас Пальцами Там Перекатывается Примерно Толщиной Мой Палец Перекатывается Как будто Что-то Напряженное Она Вероятно Идет Как Раз Сюда Терял Вот Нашло Вот Давай Здесь Нажму Вдох Отпустили Как Че-то Почувствовала Я не знаю Просто Человек Здоров На самом деле У него Болезни Нету Проблем Я просто Для демонстрации На самом деле Это чуть дольше Делается С чувством С толком С расстановкой Я по-быстрому Дальше Подемонстрировать Раз Отпустил А так Помедленно Все отпускает Проверяется Потом Так Вот здесь Вот Например Вот здесь Тоже Везде Получается Че-то Везде Вот тут 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 Уже Нету Нету Здесь Мы Ищем Напряжение Вот Эти Горки Мышц Нашли Нет Я-то Просто Знаю Где Находится И Кстати У Женщин Это Чаще Всего Процентов У Восьмидесяти Женщин Точно У Мужчин Процентов У Десяти Наверное Всего Лишь Так И Вот Бывают Именно Вот Опасная Зона Женщина Свои Ягодицы Запускают Так Вот Тут Да Я Подказываю Метод Самый Самый Метод Нажимаем Стани 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 Станать Полезно Отпустили Теперь Вот Это Место Здесь Сгустка Сейчас Нету Я Уже Прощупал Тут Ничего Нету Ну А как Мы Работаем Вот Эта Мышца Была Нарисована Мы Ее Вот Эту Точку Растираем И Идем На Срыв Вот Туда Репендикулярно Самой Мышце Понимаете Если Если Нащупали Эту Мышцу Здесь Крепится И Вот Туда То Идем На Срыв Вот Туда По Центру Мышцы Работаем Если Нам Нужно Мы Пациента Переворачиваем Боком Чтобы Это Бедро Было Вверху И Прорабатываем Эти Места Ищем Где И Перпендикулярно Этим Мышцам Идем На Срыв Что Такое Срыв Непонятный Термин Сейчас Продемонстрирую Это Немножко Болезненно Потерпишь Так Вот Смотрите Чисто Для Демонстрации Вот Это Место Сильно 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 И Сорвали Вот Так Надо Было Вначале Проверить Честно Говоря Насколько У нее Касается Один Пальц Буквально Гибкость Хорошая Может Быть Не Очень Честно Смотрим Здесь тоже Один Пальчик Пальцик Пасается Практически Сама То есть Я Видите Как Проверяют Там В других Моих Видеороликах Посмотрится Там Есть Более Проблемные Места Когда Вот Мы Начинали С Такого Расстояния Потихонечку До Такого Дошли Потом Три Пальца Два Пальца И Вот Так Несколькими Методами Несколькими Итерациями Методоседа Того Что Касается Нога У Тебя Все Здоровое Ты Молодец Но Это В данном Случше Не заслуга Того Что Я Сделал Изначально Был Человек Здоров Это Просто Демонстрация Ну Еще раз Повторю Что Мы Делали Мы Тестировали Ну Ты Просто Видел Ролики Знаешь Да То Мы Тестировали Если Зажат Этот Нерв То Он Не Дает Полностью Согнуться Ноге Потому Что Где-то Зажат Все Если В Бедре Скорее Всего Она Ему Тоже Не Дает И Отпуская Одну Мужцу Они По Триггерным Точкам Друг за Друг Цепляются И Почти Один Пальчик Самой Пяткой Вот Видите Может Задавать Какой-то Оборот Вот И После Других Освобождаем Эту Точку Эту Точку Эту У нас Получается Что Мы Ниже 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 Прям Реально Чувствую Что Ниже Может Касаться Некоторые Мне Даже Прям Говорят Ой А ты Знаешь Я Никогда Не Сидела Например На Этих На Голени По Японски Помните Как Сидела Никогда Не Сидела А после Этого Как Мы Все Эти Мышцы Разжали Спокойно Сажусь Нормально Не Больно Загрется Колено Спокойно Сувари Вадзе Кстати Вообще Отличная Поза Очень Хорошая Рекомендую Вам Для Спользов В течение Всей Жизни Для Профилактики Вот Этой Поясничной Части Позвоночника Потому Только В этой Поде Она Не Нагружается Полностью Позвоночник Поясница Растянута Свободно Висит Ваши Ягодички Висят Потому Что Вы сидите На бедрах Грубо говоря Если вы сидите С бедрами А не Попа Как обычно Сидит На стуле Ну Подробнее Ладно Потом Покажу Если Непонятно Или Понятно Понятно Вот Теперь Что Мы Делаем Второй Способ Срыва Когда Поворачиваем Человека На бух Не будем Поворачиваться Когда Находим Эту точку И Вот так Костяшками Пальцев Стираем И срываем Стираем И срываем Вибрацию Добавляем Вот Человек Здоров Тогда На это Все Не обращаем Внимание А Продолжаем Наши Манипуляции Эту шестеренку Помните Я вам показывал Лапа леопарда Привращается В шестеренку Проходим Проходим С вибрацией По вот этим Мышцам К гривям Поддушной Кости Тут же Просто масла Не хватает Да Поэтому Ты стонешь Кто-то посмотрит Это видео Скажет Да и покраснение У вас Не от того Что вы Размяли А то Что У фломастер Краску Добавил Вот Соответственно Просто Мы тогда Завершаем Это движение Завершаем Работу С ягодицей Вот Эти Точки Да Вот тут Точка И вот Тут Где Этот Бедренокольк Да Вот Это Отросток Да Мы Обходим Круговыми Движениями Такими Раз Одно Движение Да И вот Это Второе Раз Раз Можно Всей Шириной Кулака Да Раз Раз Добавляем Локоть Раз Раз И локтем Еще делаем Продольные Вот такие Движения Ну Три Четыре Насколько У вас Поделятся Да Полоски Раз Два Три Четыре Вот Прямо Здесь Цель Смотрит Какая Там Где Крестец Заканчивается К нему Тоже Крепится Мышца Да И мы Эти мышцы От костей Отделяем Так Отделили Так И туда И продажавили Так Продавили Так Можно Дополнить Таким Согревающим Движением Вдоль Всей спины Самой Ягодицы Дополняем Рисую Такую Подковку У-образную Или В-образную Локтем Рисуем Локтем Раз Захватили Ягодицу И приподняли Опустили С этой стороны Приподняли Приподняли Мышцы Сейчас Болезнь В какой-то Точке Было Больно Да Чуть Чуть То есть Вот она Вот тут Находится Подкова Видно Да Мы его так Проработаем Туда-сюда Туда-сюда Проработали И Далее Вот Такое Еще есть Движение Когда у нас Одна рука Все-таки Остается Ладонью Ребром Ладонью А другая Локтем Мы Делаем Не продольное Движение Параллельно Друг А как бы Рисуем Восьмерку Вот такую Захватываем Ну Это все Тоже С цигуна Показывает Шарик Мы завтра Еще Позанимаемся Когда Мы его Вокруг Себя Так Выпускаем Тело Человека Получается Вот видите Движение Восьмерки Одну На Эту Сюда Пошла Локоть И Ребру Ладонью Да А сюда Переходим Наоборот Тут Ребру Ладонью И Локоть Для Чего Мы Это Делаем Показываю Мы Стоим Посередине Человека И Если Работаем С этой Сторон Это У нас Вот Такие Движения Видите Либо Барбатом Эту Часть У Нас Такие Движения Могут С какой Стороны Угодно Начинаться Руку Сюда Положим Вот Поэтому Эту Восьмерку Ну Вы Поняли Движение Почему Восьмерка Тут Вот Так Пошло Тут Вот Так Пошло Или Как Безконечности Быстро Раз Согрели И Не Приживая Движения Пошли В Эту Сторон И Могли Вы Продолжить Эти Вот Этим Движением Но Мы До Начинали Наоборот Все Горицы Перешли Сюда А Тогда Нужно Было Так А Мы Просто Гоним Волну Спускаемся К Ключице Практически Делаем Захват Такой А Вторая Рука Догоняет 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 И Эту Трапетивидную Мышцу Мы Начинаем Прожимать Вот Ну Подробнее Я расскажу Об этом В следующем Видеоролике Нашего Урока Как Мы Работаем С Лопаткой Это Я Просто Закончил Работу С Ягодицы Перейдя Плавно Вот Сюда Везде Важны Плавные Переходы Так Что Смотрите Наш Следующий Ролик Как Обработать Лопаточку Трапаточку